Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередное заседание, и оно в преддверии важнейшего в году события, отчета правительства. В связи с этим у нас каждый депутат имел поручение отработать свои темы, и часть из них мы озвучим сегодня. Ну и, безусловно, о двух законах, которые у нас сегодня представляет фракция, вот скажет Вера Анатольевна. Во-первых, хочу сказать, что день Х приближается. С одной стороны, день Х – это отчет правительства, где мы будем подводить итоги. А с другой стороны, это очень важное политическое событие, которое состоится в следующем году – это выборы президента Российской Федерации. И поэтому нам сегодня очень важно вносить те законы, которые бы помогли нам демократическим путем изменить действующее законодательство и ситуацию в стране. Прежде всего, хотелось бы отметить, что по Конституции наш многонациональный народ – это единственный источник власти. И мы сегодня вносим законопроекты, которые помогают понять и установить вот это конституционное положение. Что это значит? Это значит, что любые фальсификации на выборах – это есть покушение на конституционные права наших граждан. Я часто бываю в странах СНГ, приходилось бывать, и я просто могу привести примеры, как защитить результаты выборов. Армения. Чтобы дойти от начала до конца избирательного процесса, так скажем, нужно выполнить несколько процедур. Да, громоздко, но зато никто не скажет, что результаты выборов нечестные. Южная Осетия, выборы президента, избирательный бюллетень. Нужно подойти к наблюдателям, а с обратной стороны есть место для подписи всех наблюдателей. То есть уже вот этот бюллетень, его уже никак лишний не вбросишь без подписи и никак не подделаешь, не фальсифицируешь. То есть сегодня надо защититься от вот этой страшной напасти. И поэтому в нашей повестке сегодня Государственной Думы, работы Государственной Думы, сегодня есть законопроекты, которые вносят наша фракция, представители нашей фракции. Это законопроект о защите, значит, результатов выборов вот этих комплексов обработки избирательных бюллетеней, электронные урны, так скажем. И второй законопроект, который мы сегодня будем защищать, это усиление ответственности, и в том числе уголовной, за фальсификацию на выборах. Сегодня очень важна стабильность в стране. Сегодня слишком много сил, которые хотят эту стабильность разрушить. Нам сегодня, как воздух, нужен новый экономический курс. А этот экономический курс можно изменить цивилизованным путем, путем выборов. Мы сегодня имеем такую налоговую систему, которая добивает наш малый и средний бизнес. Мы сегодня имеем образование, которое не позволяет вывести нашу страну на новый технологический уровень. Мы сегодня имеем бюджет стагнации и застоя, а не бюджет развития. Все это нужно менять. Будет об этом рассказывать председатель правительства. Конечно, мы послушаем его, но тем не менее, хотелось бы, чтобы в будущем ситуация менялась и менялась коренным образом, исходя из тех реалий, которые мы сегодня имеем, а не из тех рассказов в розовых очках, которые мы можем получить. В рамках подготовки к отчету правительства группа депутатов от КПРФ была проанализирована ситуация в сфере здравоохранения. За прошедший год ничего, к сожалению, хорошего, удовлетворительного мы сказать в этой связи не можем. Если говорить о инфраструктурных проектах, которые должны были быть реализованы в прошедшем 2016 году, то, скажем так, практически все они провалены. В лучшем случае ФАИПы выполнены на 50%, а одна из важнейших приоритетных программ по строительству перинатальных центров даже на 50% не выполнена. Из 30 центров, которые должны были быть сданы в прошлом году, сдано только 12, и то с большими недоделками. Не факт, что и в этом году удастся сдать оставшиеся 18 центров, учитывая, что Ростех в очередной раз разорвал контракты с подрядчиками, вновь заключаются новые договора, вновь на уровне перебирания бумажек теряется драгоценное время. В результате регионы не могут сегодня оказывать многие регионы соответствующую квалифицированную, специализированную, высокотехнологичную, в том числе медицинскую помощь. И это полный провал сегодня той программы и тех действий, которые осуществляло правительство Российской Федерации. Второй момент – это ситуация в целом с лекарственным обеспечением и с финансированием здравоохранения. К большому сожалению, мы так и не приблизились к рекомендуемому ВОЗ уровню финансирования здравоохранения, а это 6% от ВВП. В прошлом году было 3,8%, в этом году, возможно, будет 3,9% от ВВП. Естественно, это чуть больше, чем половина для того, чтобы иметь хотя бы минимально необходимый уровень обеспечения. Итогом является практически 50% сокращение сегодня расходов на лекарственное обеспечение. И сегодня нельзя сказать, что в России ни в рамках НЛС, ни в рамках иных программ государственных, обеспечивающих льгот на лекарственное обеспечение, эти лекарства есть. То же самое касается и идущей волны оптимизации. Очередная волна захватила Москву, идет оптимизация психиатрической помощи. Из 11 стационаров в ближайшие 2 года останется всего 5. Как будет оказываться помощь, на сегодня пока правительство Москвы, ну и правительство Российской Федерации ответить в целом не может. Только вчера нам удалось посетить очередной долгострой, важнейшую, опять же, программу в сфере здравоохранения. Это открытие детского отделения в НИИ Блохина, в онкоцентре Блохина, в НИИ гематологии и онкологии для детей. Я напомню, что в 92 году началось строительство этого центра. И практически 2 года построенный, наполовину укомплектованный, дорогостоящим оборудованием центр простаивает. Вместо того, чтобы спасать тысячи жизней детей, которые приезжают со всей страны сегодня, это здание закрыто. Сегодня это здание ожидает очередных решений, очередных перемещений, недостающих лимитов. И, соответственно, мы лишены возможности сегодня получать помощь детям со всей страны в этом ведущем научном онкологическом учреждении. На этапе принятия бюджета от Государственной Думы по инициативе фракции КПРФ было сделано соответствующее поручение и запрос правительства. Однако до настоящего времени никаких реальных мер для того, чтобы запустить этот центр и, опять же, повторю, оказывать высокоспециализированную квалифицированную помощь тысячам онкологических детей, больных онкологическими заболеваниями на территории РФ, не сделано. В лучшем случае к 2018 году это финансирование по сегодняшним данным будет найдено. Это уже, по большому счету, не ошибка, это больше, если не сказать другими словами. Проблема нашей страны, она в нескольких вещах. У нас параллельность, высказанного в эфире официальными органами, жизни в стране нарастает. Потому что вы видите, нарастают протесты дальнобойщиков и рядом с ними уже кто только не попиарился. Но мы это еще при принятии закона предупреждали, что это закон, в принципе, для организации протестов и увеличения цен. Второе. Если вы посмотрите, то недостаток нашего правительства в отсутствии преемственности структур каждого последующего. И в отсутствии отчета за принятые стратегии, дорожные карты и программы ФЦП. Отчасти из них коллеги сказали, у нас как только наступает время отчета за программой, отчета остается пару лет, правительство придумывает новую стратегию, громко ее пиарит на каком-нибудь очередном форуме и забывает отчитываться за предыдущие. В результате вот и наступил вот этот момент, когда потеряна ответственность за порученное дело, скажем так. И отсутствует персонифицированная ответственность. Второе. С нашей точки зрения главной проблемой экономического кризиса является необъяснимое следование курсу Ясина, Гурвича, Кудрина, которое нас завело уже в тупик. Это тупой, с нашей точки зрения, монетаризм, когда необъяснимо. 23 Центробанка мира в условиях кризиса порядково снизили процентные ставки, мы увеличили. Все ведущие Минфины провели количественное смягчение, то есть они приснули деньги через выкуп плохих активов. Причем США, скажем, 4 триллиона, Евросоюз 3 триллиона евро и параллельно снизив, подчеркиваю, ставки в 17-65 раз. Наши же Центробанк, он вообще ведет непонятную политику и очень симптоматичен доклад, который недавно прочитали по итогам проверки банковских структур. И выводы там есть такого плана, что, к сожалению, большая часть финансовых операций, а только за прошлый год у нас на 260 миллиардов выявлено и доказано в суде финансовых операций с банкротством банков. Вы знаете, что за два года Центробанк ликвидировал 217 банков. Ну, по интересной случайности, подавляющая часть активов и ресурсов выведены, и семьи тех, кто выводил, уже давным-давно в зоне недосогаемости. И, в общем-то, МВД нет возможностей на раннем этапе предупреждать эти вопросы. И мы считаем, что необходимо менять закон о Центробанке, необходимо вводить в обязанность Центробанка ответственность не только за таргетирование инфляции, а в первую очередь за экономический рост, безработицу, а потом уже цены и инфляцию, как это есть у всех ведущих регуляторов мира. Поэтому все эти законы нами внесены, как и закон о прогрессивной шкале налогообложения, но, к сожалению, пока не находят поддержки у большинства, подчеркиваю, нарастающих кризисных явлениях во всех отраслях. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok